И у нас сегодня вебинар под названием «Дом мечты». Сейчас немножко подожду, пока вы присоединитесь. И давайте, давайте, наверное, пока расскажу план нашего сегодняшнего вебинара, пока вы присоединяетесь, потом сделаем настрочку и поедем уже по программе. И так, и так, расскажу про марафон, который, собственно говоря, сегодня с этого вебинара стартует «Марафон «Дом мечты» на материализацию желаемой недвижимости». Основная цель. И затем у нас будет 16 февраля платный курс уже на полтора месяца по прокачке вот этой темы с недвижимостью. Это может быть дом желаемый, это может быть квартира, это может быть ремонт. Запросы все, касающиеся недвижимости, решаем там. Дальше расскажу свою историю с домами. У меня много в этом плане всяких воплощений желаемого и даже более того. И сейчас я вещаю как раз-таки с прекрасной виллы в Африке, на которую прилетела буквально когда позавчера. В общем-то, сижу в одном из таких домов мечты. Правда, за окнами что-то у нас шумноват. Ну ладно, надеюсь, вам это не очень слышно, не будет сбивать. Если что, закрою окошко. Так, даже в мечте бывают какие-то нюансы. Дальше. Дальше хочется сделать с вами сегодня практики. Во-первых, это небольшая такая экспресс-диагностика на то, насколько вы готовы принять вот этот вот желаемый дом или квартиру, в общем, жилье. Затем хочется сделать активацию такой внутренней фигуры хозяйка дома мечты. Потому что она очень может нам помочь воплотить как раз желаемые изменения в реальности, когда у нас внутри есть выстроенная вот эта вот субличная, скажем так, фигура, которая может взять вот этот вот объем желаемого дома. Потому что основная проблема, когда не получается реализовать дом, квартиру, решить жилищные вопросы, что не хватает внутри, знаете, вот соответствующих вибраций, соответствующих настроек, соответствующих внутренних фигур, которые могут вот это все желаемое принять, удержать. Да, и, в общем, радоваться этому, это есть несоответствие. Так, дальше, напишите, кстати, как видно, как слышно, потому что я из Бенина вещаю. Антон, привет! Ты что-то огненный прям такой сегодня. Так, ой, что вообще, так интересно все развивается. Может быть, чуть-чуть, если будет тему, расскажу о своих последних трансформациях, у них где-то сплошные. Ну, они сейчас уже так немножко подутихли. Очень интересное состояние, новое для меня раскрывается. Кто-то смеется, хитрец. Так, ладно. Дальше, дальше, дальше. Ну, собственно говоря, да, чуть подробнее расскажу, наверное, про курсы Дом Мечты. Это будет уже третий поток. Кто знает, мои курсы уже мне пишут и вносят предоплату, включаются девчонки. Кто не знает, проходите, слушайте лебинар открытый, проходите марафон и тоже включайтесь, потому что техники мощные и энергии мощные. То есть, да, у меня можно зарядиться вот этим, знаете, состоянием воплощения желаемого. Хотя, с другой стороны, знаете, так смешно. Я запустила Дом Мечты. А у самой вообще состояния, вот если честно, вообще пофиг, есть дом, нету дома. У меня какая-то такая, такие сейчас идут процессы, что везде хорошо. Ну, знаете, хотя, опять же, я не хочу, ну, знаете, мне понравилось выражение, Алекс Айвенко, один из моих тоже учителей по развитию бизнеса, который говорил, как это, лучше медитировать в пятизвездочном отеле, чем там, честно говоря, на коммуналке какой-то, или комнатушке. В этом смысле, да, медитировать лучше на вилле, в Африке, в тепле, в лете, в цветах, это да. Поэтому я принимаю также земное, но я могу сказать, что чем легче ко всему этому относишься, не хватаясь, не привязываясь к своим желаниям, да, не желая, знаете, вот это всё быстрее, быстрее, да, притянуть к себе, тем оно легче выоплощается. Поэтому, когда мы не создаём избыточных потенциалов, вот сейчас я вообще никаких потенциалов, ни на дом, ни на путешествия, ничего не создавала, как будет, так будет, вообще всё, пофигу уже, такое состояние, оно что-то всё складывается, куда-то я лечу, что-то происходит, куда-то меня возят, так смотришь на всё это вообще, ну ладно, ну окей, развлечёмся так, душа моя. Так, хорошо, давайте так, давайте сделаем настройку, я вижу, Анечка, привет, Анечке, да, всем привет, запись, запись, я нажала на запись, надеюсь, что будет, хорошо, что спрашиваете. Давайте сделаем настройку и дальше пойдём, я тоже немножко соберу энергию и почувствую вас, поэтому садимся удобненько. Спинки желательно прямые, глазки можно прикрыть, сейчас я всё-таки прикрую окошко. У нас как раз строят дома тут в округе, виллы очередные, хороший знак. И давайте несколько глубоких вдохов-выдохов. И на выдохе отпускаем всю суету, всё постороннее, всё лишнее. И на вдохе наполняемся светом, спокойствием. И можете представить прямо сейчас своё желание в сфере недвижимости, дом, квартира, ремонт, переезд, новый город, всё, что ваша душа сейчас попросит, просто представьте. И я попрошу Творца наполнить эти желания, эти образы, энергией безусловной любви, для их наилучшего воплощения, наилучшее время, самым гармоничным, безопасным образом. И можете ощутить, почувствовать, как прямо сейчас энергией наполняют ваши желания, душа начинает радоваться, раскрываться, очередной успешной материализации. Хорошо. И почувствуйте своё тело. Каждая клеточка наполнена светом, благодатью. И приятная волна расслабления проходит сверху вниз, унося все остатки напряжения, всё, что скопилось за день, возможно. Хорошо. И можно сделать чуть более активный вдох, потянуться, улыбнуться, и едем дальше. Давайте так, вопрос. Да, добрый вечер, Свет, привет. Я сейчас, наверное, не буду вас спрашивать ваши запросы, пишите. Вот я вижу, уже некоторые начали писать. У нас есть группа по марафону, туда я выложу сегодняшнюю запись, но она, наверное, на моей странице останется тоже. Туда же я буду выкладывать записи именно марафона. Это вебинары уже в записи будут, может быть, проведу ещё один эфир, посмотрю на активность группы, если надо будет, если накопятся вопросы, я ещё один эфир ближе к концу марафона проведу. Марафон у нас где-то на две недельки, как раз до платного курса будет идти. Вот, и пишите туда, пишите туда ваши запросы, что вы хотите, картинки, я уже выложила предзадание, да, подбирайте картинки подходящие, какой дом вы хотите, да, какие энергии, чтобы там были. Вот, картинки вообще старайтесь по энергиям ощущать, да, не просто от ума. Желания от ума хуже сбываются, опять же, по моему опыту, а вот когда это желание души, желание сердца, прям энергия туда идёт, и вся вселенная начинает нам помогать. Вот, а что я вас спрошу тогда сейчас? Что вас спросить? Сейчас посмотрю на свой волшебный план. Да, если, давайте, такой вопрос, в последнее время люблю, если кто-то, кто первый раз, да, опять же, ну, вообще, кто новенький, среди моих слушательниц, великолепно выглядишь, как я люблю получать ваши комплименты, спасибо, дорогие. Вот, спасибо, принимаю. И напишите просто ваше состояние сегодня, ваше настроение, откуда вы, давайте так, тоже, обратные связи, дайте мне, дайте. А я пока расскажу свою историю про дома, что-то наверняка вы уже слышали, если вы со мной давно, но для новеньких, опять же, повторюсь, и сейчас мы, когда слушаете, просто вы можете сонастраиваться вот с моими историями, опять же, для того, чтобы запустить нейронные сети на воплощение, потому что я много воплощала разных домов, мест жительства, отелей, опять же, хороших. И просто даже слушая, сонастраиваясь, открываясь, да, вот моему потоку, моим словам, вы можете тут же активировать у себя эти способности, опять же, эти нужные нейронные связи. Как это моя любимая фраза в последнее время, в жизни очень нужны хорошие связи, хорошие нейронные связи, они решают всё на самом деле, что у вас там в нейронных связях, в подсознании, да, что вы излучаете, то вы и получаете. Вот так. Итак, поехали. Так, Восточный Казахстан не спит, слушает, внимает, привет Восточному Казахстану. Ой, хочу слетать, кстати, вот загадываю желание, в Казахстане у вас там такие красивые места есть. Так, Ларисочка, привет. Да, девочки, давайте так, и мальчики, в марафоне могут и женщины, и мужчины участвовать, да, так же, как и в курсе, тема недвижимости, пожалуйста, welcome всем. У нас, кстати, очень классный мужчина в родительском благословении участвовал и до сих пор выкладывает такие классные рисунки, осознание. Я просто балдею, когда мужчины начинают глубоко работать над собой. Это просто для меня огромная радость. Вот, давайте ту историю еще про марафон. Значит, у нас есть группа, у нас есть чат, там будут здания, там будут вебинары. У нас есть два куратора. Это Ларисочка Бойко, моя любимая помощница постоянная, да, из Донецка, и Ольшка Большакова из Питера, тоже волшебная совершенно женщина, да, Арты Коуч и Аксесса у нее есть. В общем, просто две крутые волшебницы. Так что не удивляйтесь, если они будут комментировать какие-то ваши там сообщения или отвечать на ваши вопросы. Они мне помогают. Дальше, дальше, дальше смотрю, что пишите. Так, сейчас. Настя, голос волшебного, спасибо. Омск, рада вас слышать, Леночка, да, тоже рада вам. Хорошо. Анечка Власова, привет, дорогая волшебница, волшебная компашка. Хорошо, значит, про марафон. Что еще? Да, в самом марафоне тоже будут интересные практики. Кто делал, я проводила, да, вот эти вебинары где-то год назад, очень не мешало повторить вам, да, там я про уровни владения недвижимостью говорю. Очень такая довольно уникальная, очень полезная информация. Вы можете оценить, на каком вы уровне находитесь, да, и это все взаимосвязано со зрелостью нашей личности. Там может быть детское состояние, там подростковое, взрослое, да, то есть что у нас с недвижимостью может показать зрелость, уровень зрелости нашей личности. Потом там же будет нейротехника на воплощение дома. Там же будет, Олечка Анухин у нас выступала на теме расслабления организации пространства, тоже очень интересный вебинар. Поэтому включайтесь, группу я, скорее всего, закрою, так же, как я делала с прошлым марафоном вместе и счастлива, поэтому успевайте, да, не тяните слишком, если тема актуальна. А даже если не актуальна, если у вас все хорошо с недвижимостью, все равно там много интересного, включайтесь. Вот, для расширения хотя бы кругозоров. Это по марафону. Ну, давайте мою историю тогда. Значит, история недвижимости, да. Жила я, ну, в самом раннем детстве. Это вообще какая-то у нас была маленькая квартира на Джамбула в Питере, еще Ленинград тогда была, сама я родилась в Ленинграде. Потом мы переехали, мама вышла замуж, появился отчим. Мы переехали в Трешку, она так была побольше, покомфортнее уже, тоже на Чайковского, тоже это в центре Питера. Но у меня буквально до моих там 16-17 лет никогда не было своей комнаты, как у многих детей, выросших в советское время. Я делила комнату с сестрой, которая вот родилась у мамы от отчима, младшая сестра, на 8 лет меня младше. Вот. И, соответственно, в какой-то момент я уже ощутила, что мне там очень тесно, плюс сильный родительский контроль. С мамой отношения у нас очень тяжелые были в детстве. Мама такая у меня истеричная женщина, плюс там, ну, с нестабильной психикой всегда была. Я сбежала, ну, как сбежала, так сказать, образно. У меня появилась возможность снять комнату в коммуналке, и я всю жизнь, проживя в отдельных квартирах, я переехала просто в комнатку, в большой коммуналке на Марата. И, кстати, я вот сейчас рассказываю вам, и я понимаю, что, видимо, это одна из моих таких черт личности. Это большая тяга к свободе и к независимости, да, если я чувствую, что какие-то условия у меня начинают сжимать, ограничивать, я лучше уйду, убегу из этих условий. Пусть мне будет тяжело, пусть это будет некомфортно внешне, да, но душе моей, конечно, стало гораздо легче, когда я отделилась от родителей. Это вот к теме сепарации, тем немножко отдельно, но я частенько говорю, не только я, а другие тренера, что если взрослый человек долгонько засиживаться с родителями, не совсем здоровая история, да, потому что он не становится самым зрелым человеком, да. Это не пройденная сепарация, как правило. Вот, поэтому я сепарировалась, по крайней мере, внешне сепарировалась довольно рано. Внутренне это ещё долгий процесс продолжался и до сих пор, наверное, продолжается эта тема с родителями, она, в общем-то, очень, как правило, глубокая. Вот, но суть в том, что я оказалась в коммуналке, времена были очень интересные, студенческие годы, плюс я попала в эзотерическую тусовку, где мы в том числе ходили в походы очень активно, да, то есть внешне это было отдел туризма, да, в доме детско-лежеского творчества. Но при этом мы там занимались и эзотерикой, и психологией, в общем-то, с этих времён, наверное, начался мой духовный путь. Вот, но что касается жилья, то было весело, потому что сосед оказался алкоголиком, то есть я такая девочка из интеллигентной всё-таки семьи, хоть дома и были скандалы, но пьянок не было. Я увидела уже такой пьянки, когда сосед ломился среди ночи ко мне там в дверь стучался, я не знала, что делать. Вот, когда у нас не было горячей воды, я не знаю, есть ли она сейчас там на Марата, но в те времена, в принципе, в этих домах не было горячей воды, была только холодная. Когда все вот эти дежурства по коммуналкам, опыт, конечно, как говорится, не пропьёшь. Ну и интересно, интересно было. Вот, дальше, дальше, дальше. Что стало происходить дальше? Дальше через какое-то время родители смотрели-смотрели на мои вот эти все мытарства, и, может быть, прошло лет пять или шесть, я там, наверное, прожила, а мне отчим купил однушечку, маленькую однушечку очень на Ленинском, где, опять же, я уже жила в своей квартире, и всё было бы ничего, если бы потом я не вышла замуж, и в мою маленькую однушечку не переехал сначала муж, потом родился сын, а потом родилась и дочка. И вот из этой однушечки двадцать с чем-то метров общая площадь, которая, да, заметьте, мы, в общем, если одной мне там было ещё более-менее, не очень вольготно, но терпимо, да, то вчетвером в какой-то момент уже стало совсем как-то тесно, и я тогда уже всерьёз озадачилась решением жилищного вопроса, и с бывшим мужем мы тогда тоже уже вместе начинали что-то делать, и вот в то время, ну, в принципе, я, вот можно сказать, 17 лет в практиках, но глубоко я стала заниматься практиками, это уже когда мне было лет 30, когда уже куча-куча проблем всяких навалилось, и я поняла, что, блин, надо уже, чтобы это всё разгрести, реально надо работать с собой, со своими настройками, нейронными связями, и в частности с жилищным вопросом, я много делала всего, сегодня, да, я сам за полтора часа вам всё не расскажу, поэтому приходите на марафон, на курс, но одна из вещей, это ключевых, наверное, была, когда мы с бывшим мужем сели, кстати, по его инициативе, и написали письмо Богу вдвоём, письмо Богу с просьбой послать нам какие-то варианты, какое-то решение нашего жилищного вопроса, потому что денег у нас нифига не было, мы были такие духовные искатели безденежные совершенно, вот, но решать как-то надо было, причём, вот берите на заметку сразу, можете уже использовать эту технику, мы писали письмо Богу очень искренне, и плюс ещё, вот, с подачи Кирилла мы ещё обосновали, зачем нам нужна трёхкомнатная квартира, именно мы решили тогда, что даже двушки уже будет мало, это, кстати, хорошо было, да, то есть именно начать хотеть, ну, большой дворец ещё мы пока бы не были готовы, да, внутренне, но я думала, может быть, двушечку, но именно, знаете, как, послушав душу свою, да, поняли оба, что нам нужно прям трёшку сразу, вот, материализовывать, заказывать трёшку, поэтому мы писали Богу, пошли нам, пожалуйста, в трёхкомнатную квартиру в благоприятном, хорошем месте, не знали где, для чего, чтобы мы там создавали атмосферу любви, радости, приглашали друзей, в общем, чтобы это не только для нас было благом, но и для окружения, для мира, вот это я чётко помню, и это очень классно сработало, потому что потом буквально меня привели в Петергоф, сначала в съёмную квартиру, которую мы с Кириллом сняли, около года снимали, и потом материализовалась уже собственная трёшка, и было именно вот в момент, где, куда, куда искать, я прям ощущала вот эту поддержку Творца Вселенной, прям шли знаки, необычные встречи волшебные, то есть как это всё происходило. Точно так же потом, когда я уже понимала всё равно, что съёмная квартира – это хорошо, но хочется уже свою, да, продолжала делать практики, продолжала создавать намерения, прошло около года, и закрутились так события, не буду подробно рассказывать, кто слушал мой вебинар, где-то у меня есть истории, совершенно волшебным образом закрутились, пошёл конфликт с хозяйкой съёмной квартиры, то есть резко, жик-жик-жик, и в течение трёх недель, друзья, да, вот от начала этого всего, это конфликта резкого, неожиданного, прошло три недели, и мы уже переехали в свою собственную трёшку, при том, что у нас не было, ну, ни копейки, можно сказать, никаких ни накоплений, ни капиталов, ничего, и никакой ипотеки мы не брали, а оно всё свалилось, вот, оно всё просто пришло, и сейчас, когда я в России, я живу с дочкой сейчас уже как раз в этой прекрасной трёшке. На тот момент мы туда переехали с бывшим мужем и сыном, бывший муж съехал, сын сейчас тоже уже съехал, поэтому, в общем-то, нам вполне сейчас вольготно, хотя, может быть, я тоже что-то буду менять, посмотрю. Так, интересно вам вообще? Всем привет из Тулы, да, Тули, привет! Из Челябинска, привет, сердечно от меня, и мой супруга Виталия, который был уча... А, вот, Виталий был участником родительского благословения. Лида, у тебя совершенно волшебный муж, ну, просто, да, вот настолько меня он порадовал, Виталий, да. А, пусть я создаю намерение, пусть больше мужчин приходят на курсы, а что, дом мечты, мне кажется, вполне для мужчин материализовывать дома, это вообще больше мужское. Так, хорошо, в общем, можете писать, что вам откликается, какие-то вопросы по ходу, я продолжу тогда. Далее, значит, да, кстати, вот ещё одна фишечка, когда мы пришли на просмотр этой квартиры, в которой сейчас живу в Петергофе, я поняла, что да, вот это на тот момент, это была моя квартира мечты, там был сделан евроремонт, там был балкон, там окна с двух сторон, они выглядывают во дворы, да, тихо, спокойно, детский садик под окнами, ну, детский садик не всегда тихо, но детские воркования, окей, да, это не кладбище под окнами, хотя, может быть, и в кладбище тоже много умиротворения, так-то, если подумать, и я поняла, что да, я хочу эту квартиру, мы вышли, я помню тогда с этого просмотра, не понимаю, как, да, но я понимаю, что вот, вот она, наша, моя квартирка, и я стала с ней разговаривать, не помню, писала, то ли я ей письмо тогда писала, может быть, уже в квартире, но я чётко помню, что я с ней разговаривала мысленно, говорила, дорогая квартирочка, пожалуйста, помоги мне стать твоей хозяйкой, я буду о тебе заботиться, я буду тебя любить, и до сих пор я очень люблю, вот, я прямо хочу с тобой соединиться, такой отклик чувствовал от квартиры, и вот через три недели мы туда переехали, даже ещё до официального подписания там всех документов, хозяева бывшие нас туда пустили, потому что с документами были заминки, ну, всё разрешилось, ну, а дальше на следующий уровень я вышла, когда встретилась со своим прекрасным мужем Фредом, да, и французом, и там уже совершенно пошли уже другие истории, там уже три года жизни в большом трёхэтажном доме в Куатье, да, с прекрасным тёплым климатом, в прекрасном французском городке, с садом, опять же, с садом, огородиком, ну, огород это так, что-то у нас земляничка росла на нашем огороде, Фред в основном занимался садом, я садовод так себе, вот, выращивала цветы, сейчас он и здесь, кстати, в Африке тоже занимается садом, поливает что-то, подрезает, покупает цветочки новые, а я приезжаю и любуюсь, вот, красота. Да, дальше, опять же, пошла такая материализация, был большой опыт проживания в очень классных отелях, в этом смысле я Фреду очень благодарна, просто я понимаю, что мужчина, знаете, взял меня, вывел вообще на новый уровень в плане изобилия и познания этого мира, его материальной стороны, в большей степени, то, что он сам такой заземленный материальный мужчина, и он помог мне тоже какие-то корни начать проращивать, потому что я была такая отъехавшая слегка эзотеричка, да, не очень заземленная, сейчас чувствую гораздо больше заземления, умение управляться с деньгами, с материей, хотя все равно отлетевшую, не очень, ну, то есть я люблю материю, но я не люблю ей заниматься, я люблю, когда кто-то вокруг ей занимается, а я наслаждаюсь, вот, здесь у нас есть чудесная домработница, а, мило, она, Виля, вот, мне очень нравится, я готова, знаете, всех залюбить вокруг, благодарить, наслаждаться, радоваться, вот, так, 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 дальше, да, была очереда, сегодня мы, кстати, были вот в ресторане с Фредом и с его коллегами на ланче, и вспоминали что-то, как мы, первый год знакомства Фред повез меня на горнолыжный курорт в Болгарию, Банско, очень волшебные места, горы, это весна была, февраль или март, и там очень приличный отель он для нас бронировал, и плюс нам еще повысили неожиданно, да, там категорию какой-то огромный, 50-метровый был номер, вот, ну, в общем, очень-очень такие красивые, комфортные всякие отельчики, отельчики, виллы, мы много путешествовали, он все это организовывал сам, в общем, это да, но, опять же, это же мои ерунные связи, понимаете, получается, что это я материализовывала, и все вы так же можете, вот, зачем я это рассказываю, мне в плане похвастаться, вдохновить, потому что я много работала с собой, со своими настройками, тета-хиллинг, блин, да, кстати, будет курс, 17 февраля, базовый курс по тета-хиллингу, вот, он мне очень помог, эта методика помог, в принципе, перейти в другую реальность, после тета-хиллинга, после того, как я его освоила, у меня пошли вот эти квантовые скачки, просто переходы на качество, на другие уровни реальности, события, ситуации, мужчин, отношений, реализации, поэтому не пропускайте, всем рекомендую, это очень хорошая база, это очень, это еще энергетическая практика, которая включает вот эти вот энергии безусловной любви, что вас просто начинает переть от жизни, и вы начинаете в контакте еще больше быть в контакте со Вселенной Творцом, когда идут знаки, когда идут подсказки, интуиция начинает раскрываться, и вас вот начинает вести вот этот голос Творца внутри вас, вот просто вас начинает вести. Дальше, 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 ну и, собственно говоря, потом проживание, сколько это было, около года, ну, я наездами была, это вилла в Мали, в Африке тоже, с бассейном, с обслуживающим персоналом, очень классненькая, ну и вот сейчас это вот вилла большая, да, в Катану, ну, я снимала видео, у меня есть где-то в ВКонтакте, не помню, на Ютуб выкладываю, нет, обзор нашего дома, вот, это, это интересно. Так, давайте посмотрю. Астюша, значит, твое предназначение любить, благодарить, вдохновлять близких, если это не забили, да, ну вот честно скажу, я не хозяюшка на самом деле, хотя мы будем активировать хозяйку, но я хозяйка какая? Я, например, говорю, домработница с удовольствием, что купить на рынке, что приготовить, да, делегирую, вот мне это нравится, а самой готовить я могу, но по настроению, не люблю часто готовить. Убираться нормально, кстати, я могу убираться, но опять же, часто я поняла, что я лучше, блин, вебинар проведу и энергии протранслирую, да, поэтому сейчас тоже делегирую и в Петергофе уборку. Вот, тема дома актуальна, хочу свой дом мечты, очень интересная история, да, ну, мне кажется, ты уже знаешь все мои истории, ну, хорошо. Так, дальше, дальше, давайте, что, давайте перейдем уже к практикам. Первое, поставьте мне плюсики, если готовы сделать первую, такую, она несложная, быстрая диагностика, но вам может показать, насколько вы готовы принять ваш дом мечты. Вот сейчас можете написать, кстати, поставить плюсик и написать, что вы хотите материализовать в сфере недвижимости. Это дом, где дом, это квартира, какая квартира, это ремонты, потому что у нас на курсе кто-то приходил именно с жилье, чтобы новое создать, кто-то приходил, и у нас, например, Лиля из Парижа, я даже не помню, она приходила с запросом, может быть, даже переехать, она не знала, но она просто, в общем, очень активно проходила все мои программы, и она пришла на дом мечты, и в итоге они просто сделали перестройку дома, а ей не хватало вида красивого, то есть ей хотелось, чтобы вот, да, дом хороший, где-то в пригородах Парижа, но не хватало там красивого вида, и вот она проработалась по делу практики, и вдруг у них в доме произошла какая-то перестройка, пристроился балкон, и появился красивый вид, и она выкладывала на фотографии впечатление, что я даже, говорит, не ожидала, что вот оно так развернется, да, то есть просто энергия начинает работать и разворачивает события наилучшим образом, иногда так, что мы сами даже не ожидаем, как оно так складывается, вдруг в доме без вида появился вид. Так, плюсики вижу, купить квартиру и свой дом, Лида, ага, еще жду, у нас больше, чем два пока плюсика, остальным не нужна диагностика? Выкупить квартиру и свой дом, угу, Таня, хочу квартиру в Питере, дом для семейного отдыха, кстати, у нас в прошлом потоке, год назад, как раз, Катюша материализовала квартиру в Питере, довольно много у нее было страхов, сомнений, там даже проблема была еще, что не выбрать было, цены росли тоже, какой-то вот на рынке, да, такая нестабильность была, ну, как обычно, и вот она металась, но в итоге, даже сейчас вам прочитаю, пока вы пишете свои запросы, да, ну что же, вот и я стала владелицей квартиры в исторической части Санкт-Петербурга, пока только без ремонта, он в процессе, пожелайте удачи с ним, надеюсь, это не просто новый этап, но и более радостная и счастливая жизнь, вот с прошлого потока. Анастасия, это, по-моему, два года назад еще отзыв, Анастасия, еще раз здравствуйте, хотела вас дополнительно поблагодарить за ваше чудотворение, мы купили новый дом, и сейчас приятная суета, так что я еще один живой свидетель того, что магия нейрографики работает, спасибо, Юля из Нижнего Новгорода, кстати, не всегда сразу отзывы идут, и результаты, да, потому что тема недвижимости, она такая, ну, довольно объемная, и не всегда быстрая, и некоторые отзывы мне приходят через несколько месяцев, да, вот курс закончился, и потом девчонки начинают писать, или в чат по курсу, или мне в личку, вот процессы пошли, Танечка написала тоже Маркелова наша, может быть, потом прочитаю, или помещу, тоже на днях отзыв, с прошлого курса, я не знала, что у нее происходит, она просто прошла курс, ну, и молчала, а тут, оказывается, там такая движуха по недвижимости пошла, уже все как-то родня там скоординировались, пошли шаги, пошел процесс, то, что было в застое, да, часто сложно, когда не хватает в системе семейной энергии, да, то есть хочется вроде бы, мечтается, оно не двигается, не двигается, у меня, кстати, долго так было, да, то есть мы жили в этой однушке, втроем, да, какой-то период, и вроде хотелось, я каждый год загадывался желанием, не хватало энергии, не хватало, может быть, практик, не хватало мастеров, которые бы побыстрее помогли мне пройти это, и вот оно не двигалось, но зато потом накопилось, количество переросло в качество, и вот так вот все закрутилось, прям очень быстро, так, квартиру и дом, Саша, квартира в Пушкине, кстати, красивый, видите, да, городок, люблю Пушкин, Аня, двухкомнатная квартира от 60 квадратов, в хорошем районе, так, вижу, квартира с видом на набережную Ртыша, двушка просторная, так, квартира сыну дочки, красивый сад в нашем доме с гаражом и баней, всем добрый вечер, добрый, вы очень красивая, спасибо, Миша, да, я думаю, вы тоже, но у вас нету фотографий, выплатить за дом побыстрее, ну вот смотрите, выплатить за дом, а что дальше, да, вот тема с кредитами, с ипотеками, с долгами, там всегда такой хороший вопрос позадавать, ну я выплачу, а что дальше, для подсознания не очень интересно просто выплачивать долги и кредиты, для него это не очень вкусно, то есть, ну выплачу, здесь хорошо ставить еще какие-то цели, куда пойдут изобилия, что я буду материализовывать, ну, это Аня, хорошо, дорогие, ну поехали, сейчас просто садимся удобно, садимся удобно, и сейчас представьте, глазки лучше закрыть, настроиться на себя, на свое тело, давайте, приятная волна расслабления проходит по телу, угу, угу, и сейчас представьте, что я, это не Настя, это ваш дом или ваша квартира мечты, я это ваша цель сейчас, я это ваша цель по недвижимости, и я начинаю к вам приближаться, а вы отслеживайте свои чувства и ощущения в теле, все внимание на чувства и ощущения в теле, я делаю еще шаг к вам навстречу, еще ближе становлюсь, что внутри, еще ближе подхожу к вам, я, это ваша цель, это ваша цель, и еще настолько, вот насколько можно близко подхожу к вам, что вы чувствуете, просто отслеживайте без всяких оценок, а сейчас я начинаю отдаляться, делаю шаг от вас, еще шаг, еще дальше отдаляюсь от вас, далеко-далеко, что внутри, что вы чувствуете, и можно открыть глазки, кто готов, и написать, поделиться, какие ощущения от взаимодействия с вашей мечтой и целью, напишите, напишите, пока жду, да, два момента, что было, когда приближалась к вам ваша квартира или дом, и наоборот, когда удалялась, какие ощущения, ага, вот Таня написала, уютно обустроить дом для души, после выплаты, я очень радовалась приближению, наогорчилась отдалению, пошла следом, чуть позже прокомментирую, пока напишите, так, жду остальных, ощущения, один разбирает внутри от радости, когда удалялась грусть, когда приближался улыбка, объятие, про удаление жара груди, Виталий узевался, ага, узевался на обоих пунктах, Виталий, то есть одинаково, и когда приближался, и когда отдалялась, интересно, ну, кстати, это более здоровая позиция, если так на самом деле, смотрите, в чем здесь фишка, ага, тепло в груди, а потом чувство потери, вот смотрите, то, что при приближении у вас хорошее ощущение, это хороший показатель, потому что бывает такое, что нашу цель начинает приближать, у нас может быть страх, сопротивление, да, какое-то сжатие, может быть, у кого-то такое было, но не написали, или в записи кто-то будет смотреть, да, вот такое отловите, это значит, есть сопротивление, с которым работает. Со вторым шагом, когда удаляется, да, ваша мечта, здесь хорошо, если сохраняется ровное состояние, вот у кого у нас проработаны, девчонки, тема с недвижимостью, с целями, они делали эту практику, писали, а мне все равно внутри уверенность, что она будет, а все равно все хорошо, ну, я не дергаюсь, это знаете, еще про избыточный потенциал, да, вот про это цепляние, здоровая ситуация, когда, да, мы создаем намерение что-то иметь, но мы говорим, окей, творец, если ты мне это не дашь, и тоже хорошо, я тоже согласен на это, да, то есть, спокойное состояние, потому что, если мы очень цепляемся, начинаем грустить, переживать, что вот она удаляется, это тоже может нас топорить, как раз таки, от реализации желания, это получается зацепка за желание, да, такая привязка к нему, поэтому можете потом еще раз, может быть, переделать и попробовать, да, вот эту же практику, попробовать по-другому как-то, да, отреагировать на удаление мечты. То же самое, кстати, всего другого касается, хотим ли мы отношения, хотим ли мы конкретно мужчину какого-то, да, пока мы за него цепляемся, грустим, бежим, я поскольку, ну и сама сейчас в процессе, да, трансформации своих отношений, и провела курс недавно, да, и вот с девчонками мы общались, и вот это вот периодически возникает у женщин тема, что мы зацепились за что-то, и вот представляем, мужчина отдаляется, там начинается не просто грусть, да, а там может начаться, а, все, все пропало, да, вот это все, и это, вот это состояние мешает как раз созданию отношений, я сама в таком была, но уже, в принципе, довольно исцелилась, да, от этих всех сценариев, и наоборот, когда ты спокойно, есть мужчина, окей, прекрасно, отдаляется мужчина, тоже прекрасно, я могу побыть сама с собой любимой, вообще, свободно, классно, или могу повзаимодействовать с другими мужчинами, и тогда оно по-другому все начинает складываться, без тем отношений, блин, она у меня сейчас просто такая в приоритете, съезжаю, простите, обнимашки и вкусный запах, радость и спокойствие, когда приближался, мысль все равно вернется, когда уходила, вот, Аня со мной давно уже, у нее такая более здоровая реакция, что мысль все равно вернется, когда уходила, то же самое надо, кстати, с мужчинами, и что там, и за что мы все цепляемся, кто-то за детей цепляется, кто-то там, за какие-то возможности можно цепляться, да, все, все оно бренно, так, сейчас, дальше, когда мой дом стал приближаться, у меня появилось волнение, и чем ближе дом, тем я становлюсь все меньше, вот, Таня, да, выявила дисбаланс, как будто слишком большая пока мечта, я маленькая, значит, здесь надо выравниваться, здесь надо выравниваться, слушайте, опять примеры отношений, это вообще хорошо, когда мы выравнены с любой своей целью, дом, да, вот, раньше, наверное, почему у меня не было таких вилл, да, я не жила, просто потому, что я бы так же ощущала себя, покажи, приблизь ко мне вот такую виллу огромную, да, еще и с работой с этим, с прислугой, да, с обслуживающим персонал, я бы чувствовала себя маленькой, постепенно я работала с самооценкой, с ощущением достоинства, там, энергии королевы, да, вот такие высокие энергии, волшебница, целительница, прокачивала в себе, и выровнялась, и, соответственно, вот эта, например, вилла, легко пришла в мою жизнь, просто потому, что есть соответствие, я от нее не убегаю, не пугаюсь, не сжимаюсь, ощущение, что так и должно быть, вот, тогда желание исполняется, это вообще очень важно, опять же, все равно, девчонки в потоке, мальчишки, буду примеры с отношениями приводить, сама работала недавно, в одних своих отношениях, да, как раз с близнецовым пламенем, о которой я рассказывала, да, на прошлом эфире, словила себя, что я ставлю мужчину на пьедестал, да, он вот большой у меня, все, я вижу Бога, вот просто, да, в мужчине вижу Бога, и я так смотрю, окей, а я сама, а я как будто маленькая, что за фигня такая, и стала себя доращивать, себя вот прямо ощущать, да, что я же Богиня тоже, блин, да, и вот прямо такой разворот пошел, такое расширение, и фу, и выровнялась как-то внутри, да, ну и снаружи, соответственно, тоже легче как-то стало, вот, поэтому это в любых вещах, да, вы хотите заработки, то же самое с заработками можно делать, вы хотите доход там миллион в месяц, но если вы можете, миллион к вам этот подходит, а вы можете ощутить себя маленькой, да, и недостойной его, значит, надо доращивать себя до миллиона в месяц, и тогда миллион никуда не денется, он просто к вам придет, потому что вы ему соответствуете. Так, когда дом отдалялся, то я стала чувствовать свободу, беззаботность и выросла сразу, видишь, у тебя там другая история, то есть тебе легче пока, когда дом отдаляется, то есть пока страшно, приближалась, чувствовала восторг, отдалялась связь, когда удалялась, была грустная тоска, показывали осенние листья, вот здесь хорошо поисцелять эту тоску, так, навстречу шаги радости, волнения, но совсем близко, почувствовала тяжесть, тяжело достичь, а когда удалялась, прямо-таки таская отчаяния, ну вот видите, вылезают уже, да, какие-то чувства, которые тоже могут блокировать, это маленькая диагностика, прорабатывать глубже, мы уже на закрытом курсе будем, да, там я думаю проведу, там будет у меня сколько там, 10, по-моему, вебинаров и записи, и как минимум парочка будет онлайн, да, вебинаров обязательно, где поделаем раскопки, да, с вашими прям ситуациями, групповые раскопки, я через одного человека работаю на всю группу, убираем вот эти все тоску, отчаяние, безнадежность, все вот эти внутренние блоки, которые истопорят нас как раз от реализации желаемого, дальше, дальше, следующая практика, если вы готовы, это активация как раз-таки внутренней фигуры, хозяин или хозяйка дома мечты, работа с внутренними частями, взяла я из расстановок, плюс школа Татьяна Василец, много работают, да, с внутренними частями, при приближении сердце билось, как птица в клетке, Света пишет при удалении, стала спокойной, уверенность появилась, тоже дисбаланс явно, то себе легче, когда нету этого ничего, а когда оно появляется, то есть какие-то симптомы появляются, вот здесь его надо рассматывать, там столько накручено, у нас на курсе, да, дом мечты, там будет исцеление родительского дома, практика родительский дом, потому что очень много с ним завязано вообще, что у нас было, какая атмосфера была в родительском доме, как мы там жили, было ли у нас свое личное пространство, потому что вы знаете все, да, что это для нас, как правило, зона привычного и зона комфорта, вот как было в детстве, значит, так хорошо и правильно, это подсознание так считает, какие были отношения у родителей в детстве, был там сранч, были там конфликты, или была там отчуждение, холодность, подсознание считает, что вот эта любовь, значит, я буду это воссоздавать в своей жизни, или были там драмы, да, значит, я буду так же в своей жизни воссоздавать эти драмы, хотя, когда ты начинаешь осознаваться, ты начинаешь делать ревизию, посмотреть, блин, вот, ой, это же сценарий, это просто вот эти вот нейронные связи, я уже так не хочу, я хочу по-другому, это все рассоздавать, пересоздавать, создавать по-новому, какая-то мужская энергия такая озабочивая, представили из узких синих джинсов, ну, пожалуйста, мне же мне не жалко, вы, конечно, не совсем по адресу, так интересно, вот, да, женская энергия, она сейчас начинает раскрываться, на нее, конечно, притягивается разная мужская энергия, мужчины, на самом деле, когда они вот так вот вожделеют женщин, они на самом деле хотят, я уже говорила на прошлой трансляции, они хотят прикоснуться к божественному через женщину, да, но не понимают этого сами, и начинают вот так вот, по-простому, пытаться это божественное хоть чуть-чуть, почувствовать, почувствовать, так, ну, давайте, что, напишите мне цифру 2, если вы готовы ко второй практике, или вы уже написали, не, не написали пока, давайте, напишите, я вам пока пару слов расскажу, какие у меня состояния интересные, после, после прошлого вебинара, в воскресенье, да, про отношения нового времени, близнецовое пламя, она говорила, что энергия штырила, и потом такое интересное состояние словила, оно и так у меня было последнее время, но вот тогда просто, знаете, это вообще трендент какой, мозг просто не хочет работать, то есть он может, если надо, но при этом такой кайф, вот такое, знаете, попадание в момент, здесь и сейчас, в тело, в чувства, может быть, оно такое, больше женское состояние, хотя я думаю, что у мужчин такое тоже может быть, надо поисследовать этот вопрос, наверняка, вот, возможно, кстати, вот момент интимной близости, или после, когда мужчина перестает думать, анализировать, потому что у них все-таки, мне кажется, это сильнее, да, вот это вот, анализ, ментал такой, редко выключается, для женщины просто вот, такое состояние безмыслия, я что-то делаю, ну, как-то, да, тело что-то делает, а вот такое, просто, знаете, на душе, в теле, просто чистый кайф, и ничего не надо, ни домов, вот это вот, знаете, когда говорят, что действительно, Царство Божие внутри нас, и это все внешнее, да, оно вкусно, интересно, но когда ты понимаешь, что у тебя внутри, может быть, столько кайфа, то даже уже неинтересно, начинает внешне вот эти, ну, оно есть, классно, да, хорошо, но у меня внутри с собой, это просто такая любовь там, с собой закрутилась, у меня там такой контакт мужского и женского пошел, который я занималась в последнее время, вот, и опять же, близнец мой тоже меня, как-то невольно, да, вот спровоцировал, подтолкнул вот этот процесс уже, личной трансформацией, и, и мозг такой у меня периодически такой, говорит, Настя, тебе улетать, тебе ничего не собраться, ничего, дела не сделать, я такая, все, воскресенье вообще не могла, не собираться, ничего, я не знаю, что я делаю, чем я занималась, ну, просто была в кайфу каком, ну, хорошо, а потом заземлился, но как-то подотпустил, и в понедельник я все-таки так, мозг, мозг работает, список вещей, список дел, такой, тынь-тынь-тынь, а потом я еду, во вторник я еду уже в аэропорт, такси, беру, и тоже состояние просто, вот у меня первый раз, наверное, такое полное спокойствие, вот такой полный пофигизм, раньше я хоть как-то еще волновалась, ну, хоть как-то, вот что-то, вы понимаете, у меня дальний перелет, там, три, три перелета, да, впереди, почти двое суток, да, там, в дороге, багаж, документы какие-то, визы, вообще полный пофигизм, прилечу, не прилечу, безопасно, не безопасно, вот, вы понимаете, это возможно, я, при том, что я всегда была, у меня мама всегда, это, это, сношной нервянка, у меня много было этих программ, нервничать, беспокоиться, неврозы всякие, залипания, зависимости, я поняла, что это есть, это вот настолько, вот, просто, ты, ты как будто в нерване, вот, такое внутреннее состояние, и внешне все складывается, оно все, как-то, все само происходит, а ты просто держишь состояние вот этой нерваны, ты просто держишь вот это блаженство, вот этот кайф, держишь состояние, ты открыто, ты взаимодействуешь с другими, очень интересные были взаимодействия, общения с людьми, все, меня понесло, останавливаюсь, отдельно надо будет чувствовать вебинар, дальше про отношения, тему, и продлить, потому что меня прет, все, простите, дорогие, это была маленькая пауза, так, вижу все ваши двоечки, Миша пишет, люди, которые носят джинсы, они добрые, конечно, все люди добрые, мои мужчины, такие странные бывают, ой, ладно, друзья, поехали, садимся, снова удобно, потом сделаем перерывчик, а потом, а посмотрю, а может без перерывчика, ладно, как пойдем, все, активируем внутреннюю хозяйку, садимся, удобно, приятная волна расслабления проходит сверху вниз, глазки закрываем, и бесконечное сияющее чистейшее пространство, чистейшая белоснежная энергия, жемчужина белого цвета, заполняет каждую клеточку тела, все вокруг, по все стороны, глубокая тета, глубокая тета, глубокая тета, и пусть сейчас появится образ вашей внутренней хозяйки дома или квартиры мечты, хозяйка недвижимости, можно ее назвать, пусть проявится ваша внутренняя хозяйка или хозяин недвижимости, как эта фигура выглядит, посмотрите, что она чувствует, какое у нее настроение, где она находится, где она находится, чем занята, есть ли кто-то еще в этом пространстве, вы наблюдаете, как разворачивается образ, и оцените от нуля до плюс десяти, насколько вам нравится эта фигура, насколько вам приятно на нее смотреть, насколько она сильная, насколько она сильная, ресурсная, позитивная, где ноль это вообще ужас какой-то, плюс десять, это вот да, классная хозяйка или хозяин, и напишите в чате просто цифру, сейчас диагностика такая вот этой внутренней фигуры, насколько она для вас здоровая, приятная, подходящая, О, уже тут десяточки, тогда уже трансформировать нечего, ага, вот у кого-то двоечки, восьмерочки, все-таки не у всех еще десятки, ну, смотрите, у кого десятки, в принципе, у вас уже все хорошо, ну, можно еще, может быть, усилить сейчас будет эту фигуру, девятка, давайте сделаем еще один шаг, хорошо, хорошо, есть энергия, не зря пришли, действительно есть энергия в этой теме, и у Миши десятка, ну, у Миши точно есть энергия, хорошо, снова закрываем глазки, снова закрываем глазки, и сейчас, если захочется, можно добавить своей хозяйке или хозяину каких-то ресурсов, это может быть внешние ресурсы, может быть, ей нужно помощниц или помощников по хозяйству, по дому, может быть, захочется ей одежду немножко, еще более какую-нибудь качественную, красивую дать, может быть, изменить интерьеры, в которых она находится, пространство, окружающую обстановку, может быть, ей захочется дать хозяина в пару, а если хозяин, то ему хозяйку, это могут быть внутренние ресурсы, может быть, уверенность или легкость, или радость, вы сейчас хозяйка этой истории, творец своей реальности, можете любые изменения вносить, чтобы еще выше стала оценка, чтобы еще кайфовее вам было смотреть на эти образы, чтобы они вас еще больше заряжали и радовали. Можно добавить ей или ему энергии, безусловно, любви Творца, особенно кто владеет этой хилингом. И когда почувствуете, что да, классно, классный образ, вы можете представить, что вы с ним соединяетесь и помещаете этот образ к себе в центр груди, в сердечную чакру, прям вбираете в себя эту энергию. И когда уже закончили, можно плавненько сделать чуть более активный вдох, открыть глазки, и поделиться так же можно своими ощущениями, особенно при соединении. Очень интересно, кто чувствителен к энергиям, очень могут быть такие необычные ощущения, когда вы присваиваете, да, себе вот эти вот новые энергии, состояния. Может быть, даже не совсем новые, может быть, у кого-то уже прокаченные были эти хозяйки. Так, судя по вашим циферкам. Хорошо, дорогие, давайте так, я думаю, что перерыв мы делать не будем, мы просто еще минут 20 с вами пообщаемся, я вас отпущу, сегодня не собиралась прям длительно работать. Сейчас Светку включу. Расскажу, расскажу про, чуть подробнее давайте, про курс. Дом мечты, чтобы вам было понятно. О, сердечная чакра горит, классно, энергия пошла, да. У меня на последнее время она часто вообще горит, сейчас уже буду успокоилась, ну, вот эти вот, январь шло, и очищение, и такие процессы у меня по всем чакрам, тш-тырила, тш-тырила, как кундалини включилась, ну, и очищение было такое, там, через слезы, через какие-то, вот эти выходили старые программы, когда, знаете, как, начинают раскрываться более сильные энергии, много, кстати, информации, вот у нас Олечка Большакова выложила там какие-то прогнозы, да, и вот анализ, что, и слушала, и, кстати, мне попадается просто информация, что вот декабрь, январь, прямо на землю как будто, да, вот опускаются все более высокие энергии, да, более высокие вибрации в поле начинают, ну, как это тут гулять, и начинается трансформация у многих, очень интересная, поэтому, да, наблюдайте, наблюдайте, и, знаете, какое-то такое глобальное пробуждение идет, на мой взгляд, опять же, кто-то еще спит, конечно, и некоторым прям так хочется, мы с Фредом всегда вчера разговаривали, мне захотелось ему там протранслировать, тоже передать свой взгляд на мир, на устройство жизни, про Творца, да, и я чувствую, что у него душа-то уже ищет, тоже задает вопросы, то есть, что происходит, да, есть тоже у него темы, да, там, каких-то, ну, когда он тоже в этих эго-программах сидит и ищет выход уже, душа, и вот ему, чуть-чуть так я начинаю показывать выход-то туда, надо к сознанию, в сознании расширять, к Творцу подниматься, но это все, типа, это все религия, обо всем говорим, ну, я говорю, может, и в религиях есть зерно истины, вот, да, именно в январе много необходимой информации пришло, хозяйка была в виде женщины-богини, сейчас внутри объемное состояние, вот, Таня, уже расширение такое пошло, и вот если из этой богини ты представишь дом мечты, свой к тебе приближается, можешь прямо сейчас, так, продиагностировать, я думаю, что уже по-другому будешь воспринимать, потому что, когда ты богиня, то суперская какая-нибудь вилла или дом, это абсолютно естественно для тебя, ты уже выравниваешься с этим, или если ты богиня, то любой бог, он тоже с тобой на равных, собственно говоря, так, да, про курс я вам хотела сказать, про курс, вот смотрите, я все не буду, есть описание, у меня выложено на страничке, кому надо, пришлю, практики, да, что там будет, что там будет, обязательно как раз будем делать практики на расширение внутренней емкости принятия, да, чтобы нам вот легко было принимать, также будут практики на создание образа дома, да, вот уже более детального, более ощутимого, более такого, яркого, практики будет родовое гнездо, когда мы набираем ресурсы от рода, в том числе, на подключение силы и ресурсов рода на решение жилищных задач, потому что у нас в любом роду очень много силы, сейчас она просто запрятана, еще не распакована, не востребована, да, будем соединяться с этой силой, чтобы род нам тоже помогал, благословлял, давал энергию для реализации задач, жилья. практика, вот родительский дом, обратите внимание, цирения, очень много на нее всегда отвлеков, там ему и слезы бывают нередко, и боль какая-то выходит, но зато мы трансформируем этот образ родительского дома, чтобы он у нас не сидел тяжелым камнем, если там было все не сладко, да, где-то в подсознании, а чтобы он стал светлым, вот, не у всех, конечно, но вот у меня образ родительского дома был довольно-таки тяжеленький, вот, с отягощениями, да, разговор с новым домом, тоже практика, вот, групповые раскопки сессий, то есть я там дам уже прошедшие, да, групповые раскопки, как раз, когда мы выкапывали, ну, многие знают, раскопки, вот это хилинг, я делаю, ну, такое интуитивное раскапывание причин, да, когда мы убираем глубинные подсознательные блоки, страхи, противоречия, внутренние конфликты, которые мешают материализовать желание, активация архетипов, отвечающих за воплощение нового прекрасного жилья, очень интересно, у нас там архетипы, внутренние мужские архетипы, строитель, архитектор, еще будет, угу, опять же, практика владелица дома, тоже будет чуть более расширенная, практика гессара, на переход в состояние изобилия, достатка процветания, в целом будем укреплять вот эти вот вибрации, изобилия, нейрорисунки также есть, ну, и дополнительные практики, очень классная практика священное сердце на соединение со своим высшим потенциалом, раскрытие интуиции, внутренней силы, хорошая очень практика ураган, на высвобождении подсознательной агрессии, повышение энергетики, кстати, я сейчас стала замечать, опять же, на своем обучении мы там кали, тоже касаемся, да, энергии кали, то есть это такая разрушительная женская энергия, но она, опять же, не в минусе, потому что она разрушает то, что должно разрушиться, старое, какое-то отжившее, неистинное, я сейчас стала наблюдать за собой иногда с удивлением, как у меня вот это кали стало получаться, и больше энергии, то есть стало в целом больше энергии, потому что пока мы хорошие девочки, удобные девочки, под всех подстраиваемся, это один уровень, да, энергии, когда мы разные свои части начинаем видеть, принимать, проявлять, то это по-другому вообще ты начинаешь жить совершенно, так что вот эта вот практика ураган, да, она очень тоже может помочь, чтобы, ну, вы же знаете, вот где-то такую здоровую агрессию включить, что я хочу, я реализую это, я достойна, идите все, кто тут мне будет мешать, вот, это, знаете, особенно для интеллигентных питерцев может ломать так немножко, я росла в интеллигентной семье, при том, что у нас, знаете, вот интеллигентная семья, все срались всегда друг с другом, и по одной линии, по маминой, по папиной, но все такие интеллигентные, прямо вот выходит в общество, это просто аристократия, голубая кровь, я прикалываюсь сейчас на сайт из родовой системы, ой, ну, что внутри там копнуть, поэтому, да, лучше, на мой взгляд, быть более искренним, где-то проявленным, но не устраивать вот эти всех разборы, ой, поэтому, да, Кали тоже есть у нас, что еще, так, я вам про курс что-то рассказывала, я вам про курс рассказывала, в общем, приходите, будет интересно, будет, это значит, сколько у нас, 12 вебинаров, я думаю, даже больше, обычно у меня больше получается, кто у меня был на счастливом союзе сейчас, да, девчонки не дадут соврать у нас, продолжаются, еще что-то, и бонусы какие-то хочется дать, выложить, вот, но как минимум 12 вебинаров, примерно все, каждый вебинар двухчасовой у меня, да, плюс-минус, около двух часов в записи, и два будет онлайна, ближе к началу курса и к концу, да, где уже обратная связь, где работать с вашими более прицельными индивидуальными задачками, запросами, вот, активной работы где-то месяц, еще полмесяца, там, кто что не доделал, и как обычно материалы я не убираю, не закрываю, можно идти в своем темпе, вот, никаких таких строгих ограничений нету на курсе, вот, скидок не буду делать, потому что цену я поставила очень такую демократичную, но можно рассрочку взять, да, кстати, у меня же девчонки пишут, договариваемся о рассрочках, комфортнее так, вот, уже можно включаться, писать, кому откликается, так что welcome, что еще, ну, напоследок я хотела вам сделать, наверное, тета-медитацию еще небольшую, на активацию и закрепление в принципе состояния изобилия, и самое интересное, вот опять же, мое наблюдение, как только ты все больше отпускаешь каких-то зацепок, привязок, как это однофикс становится, но держишь состояние, да, вот это вот именно важное состояние открытости сердца, любви, контакта с миром, с собой, с Творцом, и вот это состояние начинает творить как будто бы реальность, просто, знаете, вот я вижу сейчас, мужчины, кстати, как реагируют, я вот ехала, опять я про мужчин, не могу, девочки, мальчики, ну, потому что у меня женская энергия вот раскрывается, новые уровни какие-то, да, и женщина, о чем она думает, там мужчины, буду делать обязательно курсы женские, скоро тоже будут вебинары, анонсы, что-нибудь, как я назвала его, женщинного времени, туда буду сливать эту всю энергию, для вас, девчонки, в аэропорту в Питере стою на регистрацию рейса, и мы разговаривали, там морячки тоже летели, передо мной группа, и мы с одним парнем разговаривали, так душевно, вот просто общаешься, как будто, ты первый раз видишь человека, какая-то родная душа, и мы с ним за все, там, и за политику, и как они там работают, и как, ну, вообще отношения к всему этому, и он, что-то на одной волне так оказались, он говорит, все, я уже тоже у нас там все смотрят, новости переживают, да, я, говорит, уже спокойно, главное внутреннее состояние, в общем, какой-то эзотерический такой моряк, они, ну, в общем, куда-то там, эти рыболовные суда, они летели, тоже с пересадками, и дальше, а, еще было, это вот про состояние, я к чему говорю, да, что ты, когда в нужном состоянии, вот прям в кайфе, в любви к собой, то внешний мир начинает о тебе заботиться, если ты женщина, то внешний мир весь, он становится как мужчина, любящий по отношению к тебе, и все начинает устраивать, я сижу в самолете, это был третий уже рейс, и через сидение, рядом свободное сидение, через сидение, мужчина такой темнокожий, немножко в возрасте, интересной такой внешности, и мы так поулыбались друг к другу, обменялись пару слов, а в начале там что-то у нас холодно, включили эти кондиционеры, сижу холодно, я смотрю, у него плед, я говорю, а где вы плед взяли? Он говорит, я попросила стюардессу, я так и думаю, ну ладно, пройдет стюардесс, попрошу, и так задремала, задремала, приоткрывая глаза, а у меня плед лежит, ну типа, я попросила на вас, и так приятно, ну в общем, вот оно просто, действительно, просто начинает, вот все, все, все тебя любить, и дома появляются именно вот на это состояние, любви, открытости, любви с собой, любви с миром, и любви с другими людьми, вот вам ключ основной, опять-таки, Настя, все про любовь, хотите дом, любите, хотите отношения, любите, открывайте сердце, проводите вот эти потоки, транслируйте вот эти потоки любви, через себя в мир, любите дома, любите места, в которых вы оказываетесь, старайтесь не критиковать, ума начинает изъяна сразу искать, а когда ты приезжаешь куда-то, и ты это любишь, и ты ходишь на просмотры домов, и ты все любишь, не важно, может это не твой дом, но ты его любишь, и тогда оно к тебе на эту любовь, присягнется, дворцы притянутся, так, все, дорогие, я вам про курс рассказала, про марафон вы поняли, поставьте мне десяточки, если вы готовы сделать заключительную, вот эту практику, вот эту медитацию, в потоке буду проводить, не знаю, что придет, проявляюсь опять, благодарны девочке, что вы есть, Ириша, привет, Таня пишет, я точно пойду на курс, добро пожаловать, пиши в личку, да, у нас чудесные кураторы, да, Настюша просто волшебная, сейчас приблизила дом, из благодарности его приняла, вот, видишь, ты вошла, раскрыла божественную энергию, и дом легко, вот сейчас время, действительно, хоть я не очень люблю вот эту, женщину-богиню, это уже так, может быть, знаете, даже слышится немножко, как-то так, пошловато, да, вот эти курсы, раскроешь себе женщину-богиню, но по сути-то это так и есть, нам важно раскрывать в себе вот эти вот высокие энергии женские, куда без них-то, время такое пришло, Лида пишет, я иду на курс, добро пожаловать, рада, так, сейчас там спокойное отношение к квартире, есть она хорошо, нет, тоже хорошо, отлично, да, вот это вот, это нужное состояние, это более такое подходящее, Настенька, спасибо за вашу энергию, десяточки вижу, отлично, ну, давайте сейчас делаем вот это медитация, а дальше уже мы общаемся в марафоне, в чате по марафону, там я голосовыми буду отвечать, если нужно, в общем, с вами буду, с вами, и снова садимся удобно, и снова мы окунаемся в это чистейшее, жемчужно-белое пространство, пространство безусловной любви и света, заполняет каждую клеточку тела, все вокруг, наш город, страну, всю планету, земля, всю солнечную систему, только свет чистейший, глубокое тета, глубокое тета, глубокое тета, вечность, бесконечность, и сейчас я прошу творца, завершите, те, кто согласен, все программы дефицита, нехватки, бедности, безнадежности, и все связи с эгрегором, бедности, нищеты, самым наилучшим, безопасным, гармоничным образом, для тех, кто согласен, мысленно говорите да, можно вслух в словах сказать да, и можете наблюдать, почувствовать, или просто представить, что сейчас все старые, вторевшие уже программы, бедности, нищеты, нехватки, дефицита, чрезмерной экономии, страданий по этому поводу, все связи с этими эгрегорами, бедностями, людей, которые жалуются, ноют, сетуют, все это завершается, рассоздается, растворяется прямо сейчас, с благодарностью ко всем этим урокам, ко всем этим опытам, мы говорим им все достаточно, мы в это больше не играем, мы игрались, и просто наблюдаем сейчас, как завершаются эти программы, из каждой клетки тела выгружаются, старая токсичная энергия, связанная с нехваткой, с бедностью, растворяется, все привязки к этому эгрегору, бедности, страданий, нехватки, нищеты, при этом мы сохраняем сердце, благодарность, уважение к этому эгрегору, к людям, которые транслируют этот эгрегор, потому что это тоже души, проходящий опыт в человеческих телах, это одна из игр на планете Земля, любые игры уважаемые, с точки зрения Творца, но мы выбираем по-другому, я прошу Творца активировать, у тех, кто согласен, знание о том, как создавать в своей жизни, изобилие, достаток, красивые дома, квартиры, жилье, отели, кому нужно, место жительства, красивое, комфортное, изобильное, просторное, что это возможно и безопасно для каждого и каждого из нас, и мы знаем, как это делать уже прямо сейчас, и как это чувствуется, жизнь в изобилии, в комфортном доме, квартире, мы знаем, как это чувствуется прямо сейчас, и это чувство раскрывается в каждой клетушке тела, и мы также знаем, что чем более духовно изобильными мы становимся, чем больше раскрываем свои потенциалы, связь с Творцом, со Вселенной, тем более мы становимся материально изобильными, и наоборот, чем более мы становимся материально изобильными, обеспеченными, состоятельными, укорененными, тем более мы становимся духовно изобильными, просветленными, раскрытыми, любящими, и мы знаем, как это чувствуется, мы знаем, что все равноценно духовное и материальное ничто не главнее важно как духовное так и материально хорошо и также мы знаем что все изобилие все деньги все дома недвижимости приходят нам от творца и у творца всего в изобилии и что мы достоин получать любые блага от творца что мы любимая дочь или любимый сын творца и мы знаем как это чувствуется как чувствовать себя любимой доченька или любимым сыночком творца прямо сейчас и также мы знаем как создавать свою реальность из настоящего из энергии творца без того чтобы тащить чемоданы прошлого опыта с собой в настоящее будущее чемоданы прошлого негативного опыта с его ограничениями неудачник мы знаем как жить без без этого без того чтобы воспроизводить постоянно прошлого опыта в своей жизни и так же мы знаем как ощущать абсолютную безусловную любовь к самой себе или к самому себе и как это чувствуется на уровне тела на уровне ощущений безусловная любовь к самой или к самому себе и полное абсолютное принятие себя со всеми своими изюминками частями субличностями непоздастями чертами и мы знаем что это возможно и безопасно для каждого из нас и мы знаем как это чувствуется прямо сейчас хорошо и можно сделать чуть более активный вдох потянуться улыбнуться можно небольшую какую-нибудь обратную связь написать и на сегодня мы будем заканчивать надеюсь вам было полезно и интересно кто-то еще только присоединяется а мы уже заканчиваем ну послушайте в записи запись должна быть так давайте скажу еще значит вот у нас марафон стартовал следующее у нас еще два открытых вебинара насколько я помню планировались так это будет до 8 в среду утром я поставил да потому что вечером то у меня зумба что у меня вечера более насыщенно это клуб идет продвижение закрытые курсы длительные спрашивания как на продвижение продвижение сейчас уже не попасть уже далеко там прошли следующий набор только если в среду смотрите в 11 будет у нас вебинар там нейрограф это химик союз ума и сердца очень важная сейчас тема опять же по моим наблюдениям сейчас важно переходить действительно в пространство сердца и ориентироваться уже нет ума те кто сейчас будет сидеть в уме им будет сложно и они будут натыкаться постоянно на какие-то проблемы или трудности на какие-то столбы потому что сейчас в этой новой меняющейся реальности знаете как будто вы попадаете в темный лес и именно сердце да вот этот вот голос был с интуицией голос сердца да вот это вот ощущение как-то внутреннее знание оно как фонарик когда у вас есть вот этот вот канал свой когда вы привыкли слушать свое сердце и вот этот голос творца в своем сердце и подсказки свыше опять же да то есть это как будто у вас фонарь включается и вы видите куда идти вы не набиваете себе шишек если этот сердце закрыто да если связь с невидимыми высшими силами перекрыта тоже то вы как слепой и сейчас это еще с ней будут ощущать но вы-то никто не такие потому что вы здесь да вот а в принципе да чтобы вы понимали и поэтому очень важно сейчас вот этот установить контакт ума и сердце чтобы они научились договариваться чтобы они научились слышать друг друга и чтобы все-таки приоритет был за сердцем потому что все наше общество и все вот эти вот последние столетия наверное да особенно двадцатый век вот сейчас двадцать первое это был приоритет ума это технологии это развитие ума это в школе вы знаете какое сердце там в школе ну где это сердце может быть на уроках музыки и то да там может где-то на рисовании то вопрос может где-то на литературе то вот учителем многое зависит все равно в основном это память логика ум да а сердцу сердцу места не давалось и отсюда столько сложностей драм проблем потому что мы как будто бы незрячие выходим в мир да и набиваем себе шишки поэтому приходите это будет в среду и еще один вебинар ага вот где я оторвусь наверное по полу ну и кстати ум и сердце да это тоже одна из любимых тем классно да там вот этот поток про транслирую про отношения как раз про женское и в субботу в следующую в 11 женщин нового времени тоже открытый вебинар там свои последние какие-то наверное на эту тему изыскания расскажу и опыты и женщины я все больше понимаю что женщины быть очень кайфово ну мужчины тоже ну я вот в мужском теле только если на каких-то расстановках да я общаюсь со своим внутренним мужчиной да я устанавливаю сейчас контакт тоже очень интересно кстати получаю вот от мужского через письма ведут так рассказывал своим девчонкам да в общем пишу ладно это где-нибудь потом не буду сейчас все секреты рассказать но очень и очень интересно можно подключаться к скажем так к мужчинам в плане считывания информации ну это как расстановки только сама собой ты делаешь да когда в расстановках ты можешь поставить любую фигуру и она протанслирует что там в подсознании да что там внутри этого человека то же самое можно делать через письма да это не вы не лезете не нарушаете границы вы просто вот этот вот работаете с этим образом человека и начинает распаковываться что там внутри да что там на самом деле что происходит ты начинаешь понимать что происходит у другого вот то что он может совсем не показывать ну по сути это контакт на самом деле еще с внутренним фигурами с вашим внутренним мужчиной с нашим с вашим внутренним мужем да потому что все внешние это отражение внутреннего и иногда чтобы наладить отношения с внешним мужем можно пообщаться вот так вот через письма или с высшим я его да там через медитацию и разрешить очень многие вопросы которые на внешнем плане нельзя разрешить потому что это работа с вашим внутренним мужем Вы общаетесь с внутренним мужем, и внешне просто зеркалит изменения. Вот так. Ну, это так я пока в общих чертах. Девчонки мои, многие знают, кто там со мной в закрытых программах, как это работает. К чему я это стала рассказывать? А, к тому, что женщины быть классными. Так, блаженство, благодарю, очень классное состояние, учихала. Слезы рекой почему-то, слезы всегда прекрасны. Я сейчас такую во многом и сердечную энергию транслирую тоже, и эти потоки, они как раз начинают выносить что-то зажатое, больное. И слезы – это хорошо. Просто дайте себе влакать, если выходит. Я уже упоминала, что я в январе прям ревела. Столько лет не ревела, а тут ревела. И с кайфом часто. У меня были ситуации, ну, в отношениях, вот с, там, опять же, с предполагаемым близнецом, может, и не близнецом, но на самом деле не важно, это все, это все, знаете, как бы, ярлыки какие-то. Ну, в общем, с одним из любимых мужчин была ситуация прям очень больно, мы что-то переписывались, и я чувствую прям, ну, блин, ну, так больно. Я ходила по делам, я делала массаж, выхожу с этого массажа, я иду, просто слезы текут, вот я иду по улице, я еду в метро, и мне даже пофиг было, кто там что смотрит. Я вот целый день, наверное, так ходила, и думаю, ну, пускай они выходят. Просто вот выходят, выходят. И интересные тоже были наблюдения. Первая реакция – очень хотелось закрыться. Блин, опять, да, вот мне делает больно кто-то там закрыться. Потом думаю, нет, я уже пробовала закрываться, закрываться внешне, закрывать сердце опять. Не, это уже старые методы все. Сейчас это уже не работает. Открываюсь все равно, открываюсь, общаюсь, проговариваю. Нормально, ну, все, разрешается, идем дальше. Вот так. Про слезы, видите? У меня есть что сказать и про слезы тоже. Очень классное состояние. Так, Настя, спасибо большое, как всегда, здорово. Так, вот почему другие вебинары мне дают спокойно посмотреть онлайн. А как только вы проводите, какие-то срочные дела появляются. Оля, почему? Вот почему? Видимо, что-то очень важное для тебя здесь есть. Семья Антоненко, Лидия Виталий, с благодарностью к вам, Анастасия. Очень вам рада семья Антоненко. Я вас люблю, прям так. Семейные пары, я хочу больше семейных пар, я хочу больше мужчин. Надо материализовать, хочу на консультации. Мне вообще хочется с мужчинами сейчас больше контактировать. У нас из-за чего с Фрэном возник конфликт, что он очень ревностно относился к моему взаимодействию с мужским миром. А это нельзя так закрывать, энергии блокировать. Если человек хочет, один партнер присвоит энергии другого, это начинается увядание. Такая деградация отношений. Я не знаю, к чему сейчас вырулим опять же. Я сейчас здесь, в Африке. Ну, посмотрим. Буду смотреть запись. Все вкусное. Буду слушать записи. Так. Все, дорогие. Всем вам обнимашечки. Не хочется мне прямо расставаться, что-то. Ну, отпускаю вас. Еще будем встречаться. Всех люблю. Меня прет, как вы видите. Продолжает. Переть. Вот. Да. Выкладываю на своей страничке ВКонтакте репортажи африканские. Кому интересно, тоже смотрите. Может быть, видео небольшие на Ютубе буду. Посмотрю, загружать. Ну, все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.